Как такового празднества не было. Это такой своеобразный психологический рубеж. Первый миллион тонн зерна в бункерном весе, правда, еще. Но, тем не менее, это уже существенный рубеж. Почему? Потому что именно примерно столько необходимо для полноценного обеспечения и населения области, и животноводства. Для того, чтобы в целом зимовка была, скажем так, спокойная, сытая и обеспеченная. Поэтому я думаю, что этот психологический рубеж у нас был пройден. За прошедшие выходные очень активно поработали еще хозяйства. То есть могу сказать, что уже почти миллион сто тысяч тонн у нас сейчас есть, и работы продолжаются достаточно хорошими темпами. Большое количество осадков в июле месяце, в августе и, конечно же, в сентябре привели к тому, что в девяти муниципальных районах области гидрометцентр опасное явление зафиксировал, переувлажнение почвы. Это, конечно же, вносит существенные коррективы в темпы уборочных работ. И, прежде всего, это связано с уборкой картофеля, овощей. Да и зерновые, конечно же, достаточно сложно убирать, потому как именно перемещение техники по полям становится весьма ограниченным. И техника русским языком, если говорить, то тонет, буксует. Требуются дополнительные машины, повышенные проходимости, для того, чтобы вытаскивать из сложных ситуаций технику, которая забуксовала. Тем не менее, я думаю, что с поставленными задачами товаропроизводители справятся. И вот как раз рубеж в миллион тонн. Мы первые, кто в Уральском федеральном округе такой физический объем получил среди аграриев. Я думаю, что это будет хорошим стимулом для того, чтобы в дальнейшем также гордо держать пальму перенства, значит, и по урожайности зерновых и зернобобовых культур. Для этого есть все необходимые предпосылки. Продолжение следует...